Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Я, вы знаете, купила у нас на рыночке молоко. Мы всегда покупаем молоко. Я варю из него утром кашу на завтрак себе. Я пью кофе с молоком. И, конечно, мы покупаем у нас на рынке домашнее молоко. Многие, кто смотрит мой канал, многие знают об этом. Но на этот раз мой муж купил молоко. И я его, конечно же, кипячу. Иногда пол-литра оставляю на кислое, потому что пирожки пеку на кислом молоке. Но в этот раз я решила скипятить. И, конечно же, я всегда для начала кипячу немножко, буквально чуть-чуть, чтобы посмотреть, как оно свежее, не свернется ли. И какое было мое возмущение, когда часть молока, которую я скипятила, свернулась. Ну, остальное, конечно же, я оставила скисать, потому что кипятить его уже невозможно. И вот у меня скисло молочко. И, конечно, прошло пару дней, оно хорошенько прокисло. И что из него я решила сделать? Конечно же, творог. Творог. И я решила сделать его в духовочке. Вот я разогрела духовку. Духовочка у меня разогретая. И я хочу поставить на 100 градусов, чтобы была она тепленькая. И эту кастрюльку с кислым молоком поставлю. И пусть она греется, пусть творог отогревается. Ну и вот, пусть греется. Посмотрим, сколько минут понадобится, чтобы отогрелся творог. Вот прошел час. Сейчас попробуем достать. Ох, молочко уже отогрелось. Вот так вот сыворотка уже отделилась. И сейчас я вот приготовила друшлаг с такой, с марлечкой. И сейчас сюда я откину, чтобы отделялся творог. Поехали. Ну вот, какой пласт. Пласт молочка. Опа. Все. И оставляем отцеживаться. Вот у меня получился творог. Где-то грамм 300. 300 с чем-то. Это из 2 литров молока. Ну, а это сыворотка, на которой можно печь пирожки и многое другое. Вот так вот, друзья, у меня получилось. Пишите, вы пробовали делать сами творог. И как у вас он получался. Ну, а кому понравилось, ставьте лайки. Пока!